На календаре 22 июня 1941 года. Обычный воскресный день. И главный вопрос для большинства людей, как провести свой выходной. Сводить детей в кино или сходить в гости. У кого-то сегодня выпускной, кому-то нужно на футбол. Их жизнь изменится ровно в 4 утра, в день, когда началась война. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. В этот день, 82 года назад, погода во Владивостоке была совершенно не похожа на ту, что случается здесь в это время года. В городе не было ни июньских туманов, ни серых моросящих дождей, а напротив светило яркое летнее солнце. О том, что началась война, Владивосток услышал в 5 часов вечера. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Теперь уже вчерашние школьники и студенты станут солдатами и героями войны, убитыми и ранеными, беженцами и блокадниками, узниками концлагерей и сиротами, победителями и ветеранами Великой Отечественной войны. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» Эта заключительная фраза обращения к советскому народу впоследствии неоднократно повторялась в печатных изданиях и устных обращениях вплоть до конца войны. Лозунг получил вторую жизнь в 1945 году при учреждении медали за победу над Германией и за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Надпись вокруг изображения Сталина гласила «Наше дело правое, мы победили!» Это были 1418 мучительных дней и ночей, пропитанных болью, надеждой и героизмом. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.